Добрый день! Как в разных странах люди приветствуют друг друга? Как это происходит? Рукопожатие, например, наиболее известный способ приветствия в европейских странах. А как здороваются в других странах мира? В Иране после рукопожатия прикладывают к сердцу правую ладонь. В Саудовской Аравии хозяин после рукопожатия кладёт левую руку на плечо гостю и целует его в щёки. Японцы, например, они не любят прикосновений во время общения. Там исторически сохранилась сложная система поклонов. Чем больше уважения к собеседнику, тем ниже будет поклон. Поклоны также приняты в Корее и Китае. В России мужчины при встрече используют рукопожатие. В дореволюционной России также было принято кланяться во время встречи. А после прихода коммунистов к власти поклоны были признаны пережитком прошлого. Помимо привычных нам рукопожатий в мире существует множество необычных способов приветствий. Тибетцы, например, при встрече правой рукой снимают шапку, слегка наклоняются, левую руку кладут за ухо и показывают язык. Этим жестом они говорят о добрых намерениях. Исторически традиция показывать язык пошла в Тибете с 11 века. По преданиям тибетский царь Ландарма имел черный язык. Показывая язык, тибетцы показывают, что они не являются перерождением этого злого царя. Маори – коренной народ Новой Зеландии. При встрече они прикасаются носами, и ритуал называется «Дыхание жизни». После него участники ритуала становятся близкими людьми. Жители северных стран Африки делают во время встречи сложный жест. Они прикасаются правой рукой к колбу, к груди, а затем к губам. Этот жест показывает уважение человеку. А африканские масаи, прежде чем подать руку, плюнут на нее. Члены же племени Акамба могут плюнуть даже во время встречи, прямо в лицо. В Латинской Америке при встрече восклицают «Буэнос Диас», обнимают друг друга и похлапывают по плечам. Так принято обнимать и знакомых людей, и кого видят они в первый раз. В небольшом государстве Тувалу в Полинезии принято прижиматься щеками и обнюхивать друг друга во время встречи. Во Франции в неофициальной обстановке даже малознакомые люди при встрече изображают поцелуй, три раза поочередно прикасаясь друг к другу с щеками. А испанцы дважды громко целуют друг друга в щеку при встрече и на прощание. А испанки предпочитают лишь пожимать при встрече руку. Субтитры сделал DimaTorzok